Ремонт внутридворовых территорий в Аргееве продолжается. Завершены работы во дворе на улице Василия Лупу у дома номер 4. Сдачу объекта в эксплуатацию отметили торжественно в присутствии руководства муниципия. Потрескавшийся асфальт, отсутствие тротуаров, площадок для игр и зоны отдыха. Так раньше выглядел двор дома номер 4 по улице Василия Лупу. Местная жительница рассказала нам, что прожив в этом доме 70 лет, она ни разу не видела здесь изменений. Сегодня же здесь уложено новое асфальтное покрытие, обустроены тротуары, скамейки и урны, а также парковка. Местные жители отметили, что рады тому, как изменился не только их двор, но и весь Аргеев. По их словам, они очень благодарны городским властям за то, что их слово не расходится с делом. Я родилась здесь, но в Аргееве, но такого за мои 70 лет не было. И спасибо Ивану Мироновичу, спасибо большое всей команды, всей команды, которая вот работает. Каждый дворик, каждый дворик, каждый переулочек, каждая уличка у нас супер. Раньше ходили в тапочках и чуть не ломали ноги. А разговора не было о том, чтобы на каблуках еще ходить. 12-миллиметровые каблуки. Вот. А что нам запомнилось? А спросите, что вам не запомнилось? У нас все супер, все хорошо. И еще все будет хорошо. Очень хорошо все сделали. Именно Шор все сделал. До него никто ничего не делал, а он делает и фасады, и дворы. Делает невероятную красоту. Мы очень благодарны ему, дай бог ему здоровья. Всей партии Шор и всем людям, которые в них верят. Очень много всего сделают еще. И не только в Аргееве, но и в других районах. Хочу сказать, что это очень хорошо. Спасибо ему. Все, что было сделано, все, что было сделано, все нам нравится. Все абсолютно. Со мной в Аргееве стал чище намного. И намного улицы стали чище, и дороги стали более бегать. Каждый двор асфальтируют, каждый двор приводят в порядок. Все, вот наш двор. Лично я здесь живу, в этом доме уже 70 лет. И вот за последнее время, смотрите, как он на двор преобразился. Посмотрите, какая благодать у нас сейчас во дворе. Такого не было, наверное, лет 40 у нас. Мы все своими силами старались, а делать наконец-то нам сделала это государство, не государство, а именно партия Шор. Вице-примар Аргеева Валериан Кристи подчеркнул, что подобные результаты достигнуты в том числе благодаря эффективному управлению муниципальными службами и публичными средствами. Сегодня у нас действительно настоящий праздник. Уже пятый проект, который мы сдаем, и так каждый день. Конечно, в первую очередь, это заслуга рабочих. Вы только посмотрите, какая красота, какую хорошую дорогу сделали там. Сколько лет уже этим домам. И за все время их существования ни разу дорогу не делали. Должен был прийти Илон Шор и организовать все. Сделать по 3-4 проекта каждый день. В Аргееве уже сдано более 300 дорог общей протяженностью более 150 километров. Для небольшого города с населением 37 тысяч человек это очень много. Это успех. Я уже не говорю про отремонтированные парки, скверы, про Архейлэнд. С поздравлениями к местным жителям обратился и политик и меценат Илон Шор. Он отметил, что реализация подобных инфраструктурных объектов шаг за шагом превращает Аргеев в самый прекрасный и процветающий город. Добрый день, дорогие аргеевцы. Я очень рад, что сегодня мы открываем еще один отремонтированный двор. Я знаю, вы знаете, что Аргеев самый красивый город в нашей стране. Но наша главная цель сделать из Аргеева самый красивый город в Европе. Спасибо большое за доверие. Я вас очень люблю. Напомним, ранее примар Татьяна Кочу отметила, что значимый проект для Аргеева, известный также как «Операция двор», находится на финишной прямой. По ее словам, в рамках этого проекта было банардизировано более 100 дворов жилых домов муниципи. В результате были созданы детские игровые зоны, парковочные места, места для сушки белья и зоны отдыха. Проект также поспособствовал улучшению эстетики микрорайонов. Примар напомнила, что последние дворы будут сданы в эксплуатацию к концу этого года. А уже со следующего года будут инициированы еще много проектов, которые поспособствуют улучшению уровня жизни аргеевцев. Продолжение следует...